всем доброго времени суток уважаемые подписчики и зрители канала с вами армак и сегодня вашему вниманию предлагается вторая моя турнирная игра в турнире у алексея диаконова под названием hota и sod где мы играем против и негла соперник предлагает по одному забанить городу нелюбимому да он не хочет играть за этот а я думаю что не хочу играть например за циту вот таким образом мы подчеркались вышли на скирмиш h3d м1 в итоге h3d м1 решили играть играем за замок так по правилам хв да то есть пара интересная торг за цвет да и торг за героя я так понимаю и По героям кто тут есть из интересных? Валька, наверное, неплохой вариант, Кейтлин, тоже вполне себе хороший бонус на старте можно получить, можно за Орена попробовать стартовать, цвет 100, сразу 300, 500, 600. Это зеркальный шаблон, то есть у нас будет абсолютно все одинаково. 900, 1000, 1100, 1200. Так, и торг за героя. 200. 200. 200, погнали. Одновременно 200, далее одновременно 100, 400, 500, 600, 700. Я думаю мы за Валеску торгуемся оба. 1000, 1100, 1200, 1300 и за 1300 отдает. А, бонус мы не берем, наверное, случайный, да? Прекрасная Валесочка, попробуем, посмотрим, что из этого получится. Ну, у него будет прибавка по золоту, он будет жить побогаче. H3DM, чем мне не нравится тем, что это нетемповый шаблон. Здесь игра может тянуться очень и очень долго даже. И до четвертой, и до пятой недели может затянуться. Разница в 5000, то есть он на два героя может на старте сразу же взять больше, чем я. Желаем сопернику удачи. Посмотри на стройки, говорит. Турнирные правила. Возможно, краш будет, мне кажется. Ну, давай попробуем. Ага. Ну, если не крашанется. Нет, не крашанулась, ну и отлично. В таком случае отлично. Все, поехали ходить. С двумя стэками пришла Валя всего лишь. Ух ты, так у меня тут вообще целечка. Я делечка. Одна лучше другой. Валя, я думаю, отходит на второй план. Как обычно, первоочередная задача собрать побольше золота. Есть улик. Ага. Внешний рынок тоже вижу. Еще сундучок. Еще и на внешний рынок она успевает встать. Отлично. Внешний рынок может не кисло так нас спасти на старте игры. Лучшего варианта, чем целька, я пока что не вижу. Угу. Угу. И здесь никак не пройти. Вообще без варианта. Здесь надо наездников сразу хлопать, пытаться. касса. Что, грейд тогда стрелков? В таком случае. не отходя от кассы. Доскубка особая вроде как не нужна, только единички взять. Должно вполне хватать. Закрываемся спокойненько. Закрываемся спокойненько. Закрываемся спокойненько. Все, без потерь спокойно разобрали. И Аделичка может съездить наверх. Достает нам 500 золота. Целька, соответственно, может гнолов мародеров. Попробовать хлопнуть за самоцветы. Обучение тут идет. Так, ну толпу зомби тоже, наверное, можно сразу. Хотя я тогда могу не успеть. Наверное, зомби пока трогать не будем. Сейчас, в принципе, добыча золота стоит в приоритете, чтобы больше героев выкупить на старте игры. И пока даже магию не приходится нам использовать, что тоже хорошо. Ну вот и все. 6 тысяч еще подсобрали. Надо вниз тогда еще одного и влево, да, попробовать запустить. Уберем Зидора. Так, замечательно. Немножко еще исследовали. А вот у нас с разгонщиком еще героиня имеется. Опа. Так. Итого еще на одного героя собрали. Ну, допустим, это будет Нему с продвинутым оружием. Но она уже не успеет ничего собрать. Она может разве что разогнать главного героя или уже сбегать влево. Так. Разогнать главного не надо. Главное в состоянии разогнаться сама. Так. Плюс один атаку. Итого чуть левее. Уон. Ну, это то, что мы успеваем сделать за первый день. Ну, вроде все. Плюс я это играю. Соперник, скорее всего, будет рестартить. И Негве тоже посмотрел, что, в принципе, неплохо вроде можно играть. В этой группе Негве вроде хорошо играет. Я смотрю так. Нормально у него побед. Причем группа здесь в этом турнире не самая простая. Угу. Можно через големов попробовать выйти. Тут передадим, наверное, армию. Сами за золотом. Так. С этой стороны пока не знаю. Ну, в принципе, пока что кузница строится. Пока спешить особо-то так и не надо. Валеску можно тогда домой. А чтобы Валеска типа подгончик сделала, да? По золоту. Но не факт, что это получится. Конца, кстати, не чекнутая. Размер я узнаю только спустя время. какое-то время. Какое-то время. 600 мувов остается. Ну, то есть почти можно дотянуть армию. Почти. Так, ну давай тебя сюда. Тебя тогда на внешний рынок, если надо будет где-то что-то наменять. Вполне возможно, что это и не пригодится. Тоже не исключено. Думаю, что все-таки, все-таки немножко разменяем. Чтобы уже максимальная ударная мощь получилась. Целечка тогда добирает себе армию. Забирает защиту от берса. И становится тут, где, собственно, Зидор заберет эту армию. И заберет шахту кристаллов. Чтобы главный герой на это не отвлекался. Еще и капитаны кентавров. Все, вроде, прикрылись. Сколько их тут? 16. Убиваем 4.13. Можно бить. Одного копейщика слил. Можно было магией. А, нет. Этим героям магию было нельзя. Ну, двух копейщиков потерял. Все равно терпимо. Все становится с этой стороны. Это пока что остается стоять на месте. Еще из интересных моментов можно отметить то, что на зеркалке ты все с опозданием видишь. Вроде как у меня показывает, что больше золота, но не факт, что это так. Это у меня сейчас больше золота по сравнению с тем, что у него было на предыдущий день. Что говорит, что он там скупался, судя по всему, где-то. Так, Аделя. Скачет дальше за золотом. У нас совсем не было дерева, вот сейчас появляется. Кто у нас из тех, кто точно знает, куда идти и что делать. У нас таких не много. Но! Я могу Нимус в принципе убрать на юг. Как раз захватим лесопилочку. От тебя можно опять поставить на внешний рынок, то есть у нас один герой сменяет на внешнем рынке другого. Так, передаемся на главную. Ну и попробуем сейчас золотых сломать, но это может быть больно. Не только может, но еще и будет. Печек вниз. Стрелочками тут особо не покидаешься, что тоже не есть хорошо. Часть пошла наверх. Так, а чё ж с вами тут снизу-то делать? Кого-то попробуем задержать, да? Нельзя. А по кому стрелять, сейчас посмотрим. У меня только стрела. Так и хочется по кому-то долбануть, но нельзя. только мне доходит. Добиваем один из тэков. То, что воздушки отъезжают, это тоже не беда. Да-да-да. Стоим и терпим. Тоже двоих. Так. Так, ну а вот тут, судя по всему, будет начинаться боль и страдания. Одного удалось потушить. То есть сейчас по стрелкам в теории должно прилетать. Наверное. где? Кто из них тут раньше ходит, непонятно. 9 дамага всего лишь стрелочка нанесёт вообще ни о чём. Пойдёт. Пойдёт. Такое меня вполне устроит. Передаём ещё единичек. Вот как раз золота нам не хватало и по дорожке мы находим охрану, за которой это золото можно отбить. Я считаю это хорошо в нашем случае. Вы не представляете, как сложно вообще сосредоточиться на игре и вообще на выдержке темпа, когда ты очень редко играешь в героя. Вот прям чувствую, что ты что-то делаешь не так и понимаешь, что, блин, здесь можно было лучше сыграть, здесь тоже лучше. Всё, до свидания. Так, Зидор может сюда успеть. Да, Зидор может сюда успеть. Следующие на очереди у нас казармы. А интересно, соперник будет идти в коней или в ангелов? Я-то точно в ангелов не пойду, я буду двигаться в коней. Ну тут стрелков, точнее не стрелков, а как раз таки этих ребят надо закрывать тремя стэками. Таким вот образом, чтобы терялась только единичка и больше ничего. Так, Зидор как раз в состоянии передать ещё феечку, которую мы потеряли. Но Целька, судя по всему, от него сейчас будет отрываться потихоньку. И он за ней уже может не угнаться. О, рядышком данжик, там вообще можно удвоение маны даже сделать. Или отпорталить какую-то нычку, но по нычкам я ещё, правда, там не смотрел. Есть там что-то стоящее или нет? Отличная экспертная мудрость. И до города вроде как дотягиваемся, но там есть стрелки. Вот тут, я думаю, как раз мы начнём магию использовать, которая нам должна помочь. Ага, ну вот и гарпии. И всё дальше остаются только троглодиты, на них можно магию не тратить. Пойдёт. Пойдёт. Садимся ли мы на разгоне? Я думаю, что скорее да, чем нет. В разгоне есть смысл. Единственное, не хватает золота. Где это самое золото мы можем взять? Ну, можно в новой зоне попробовать порыскать, да? Через магов пробиваться пока что не хотелось бы это уже, когда кони появятся. Я думаю, с ними будет проще сделать вниз попробовать. Ну, кстати... Ой, 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 это далеко. Что, по-моему, вам останется 9. Она не сможет там ничего поднять, а на следующий ход там как бы есть кому работать. То есть можно, в принципе, её попробовать тоже сюда же в эту зону, чтобы на следующий ход запустить её куда-то наверх. Можно будет немножко золото поднять. Тут разгон. А тут особо ничего и не... Хотя, если продать кристаллы, можно ГМчик поставить. ГМчик пополнить маны. С другой стороны, эти ресурсы ещё на коня понадобятся, так что пока без пополняхи маны обойдёмся, думаю. Хотя бы на первое время. По городам поровну, ну, вон, получается, на день раньше меня в теории даже город взял. Не очень хороший момент для меня. Ещё один внешний рынок. Ну, внешних рынков прям набросало, так набросало. Конюшенка. И вот мы видим проход. Вниз, кстати, проход был хороший. Удобно было бы его пробивать. И если бы мы надумали это делать... Зидор тогда подбирает здесь, в городе. Надо ставить конюшню. И собирать побольше золота. Нужно много-много-много золота. И вообще, все ресурсы, когда есть внешний рынок, они тоже очень сильно надо. То есть без разницы, что вот Зидор, например, будет мимо проходить. Подобрать камешек будет тоже не лишним, потому что мы его потом продадим с вами. На внешнем рынке курс очень хороший. Поэтому почему бы и нет. Дальше проход в цитовскую зону. И тут есть возможность как раз немножко золота побегать, пооббивать. 71. Ну, тут работаем со стрелками, наверное. 26. $ветл influential что у меня-то так足udo лентит Huh speaking, в line of Jaw speaking. Хотя нужно обойтись и без них. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тоже задержать. Сюда. Вот так. Скелет должен уйти в теории. Да. Главное не жлобиться тут ни в коем случае. Нужно отойти. Так, но отманит тряпочку уже навряд, я думаю, получится, да. Тряпочка уже не отманивается. Шестая скорость против шестой, это против нее только так, надо разбираться. Что ты будешь делать? Вейд. Отбежали. Да, но подслились мы тут знатно. Оружие редко предлагают магам, но раз предложили, надо брать. Дальше я тут стопудово не проезжаю. Это без вариантов. Поэтому. Ну, тут по-любому берется золото, конечно. У меня, кстати, и единичек уже мало тоже остается. Так что она сейчас разгонит. Будем подниматься выше. Так, а если я вернусь, мне делать особо будет нечего. Только по бездороге ездить там что-то отбивать. Ну, до появления коней, наверное, так и будет происходить на самом-то деле. О, мы пробрались еще в какую-то секретную лазейку, такое ощущение. Где можно немножечко подсобрать как раз. И по золоту стало лучше, но больше героев я пока не вижу смысла покупать. Вроде разбежка неплохая. Так, ну, а тебя я где могу использовать? На сборе ресурсов, а на следующий ход тогда уже поставлю назад. Все тогда, следующий ход, наверное. Внешние жилища я никакие пока что не брал? Вроде нет. Вроде нет. Так, давайте проверим север. Так, камюшенька. Между золотом и рудником. Ну, тут придется выбирать рудник, потому что до золота не достаем. А на золото не достаем, да? Все, у нас меняется герой, который стоит на внешнем рынке. У нас строится ипподром. Таким образом появляются кони. И плюс ко всему у нас появляется много конюшен, где коней можно бесплатно улучшить. Попробовать. Пятый день. Если я начну бежать вправо, то на следующий день можно выйти уже на болото. Хочу ли я туда идти главным героем, вопрос. Или может мне все-таки бежать лучше вниз? Колодцев я нигде вообще не вижу. К сожалению. Но вообще зол, наверное, есть смысл выкупать коней, мне так кажется. Потому что мне нечем воевать. А с ними уже можно будет отбить золото еще больше. На этот ход все равно вроде как ЦЛ-ка ни с кем воевать не собирается. Хотя... Может и собирается. В общем, будем смотреть. Пока что становимся тут. ЦЛ-ка начинает двигаться выше. А вот и колодец. Замечательно. 20-49 налетчиков. И так, чтобы срастить тут цепочку, это прям... Сложновато. Мне не хватит одного героя в цепи. 20-49. Их там будет ближе к большому количеству, я думаю. Нежели к малому. Можно Зидором забежать сюда, да? Взять какого-то там Аджора. Но потянем ли мы вопрос вот этим вот Аджором? Потому что это вообще ни о чем. Какие-то единички, что ли. Пробуем, но есть шанс слиться. Но зато главный герой, типа, не простаивает в этот день. Да уж. Пока что моралик не возникло. Закрываемся наверху. Раз восьмая скорость и нет возможности сбежать, тогда одну единичку оставляем снизу. Закрываемся. На три. Ну и все. Хорошие потери. Могло быть хуже. Так, а теперь разгона толкового нету, к сожалению. Остается на гарпиях. Что тут? Коняшек докупаем, да? И разгончик забираем. Так, этой тут делать вообще нечего. Вроде как все и так посещено, поэтому следующий ход. А, там лабета. Тут слка, там лабета нормальные. Такие сдачки получились. Класс, это героев совпадают, как ни крути. Так, залетаем сюда. Целька этого опыта на следующий левел. Не хватило. На шестой день ставим цитадельку. За конюшни бежать далеко. Поэтому, наверное, наверное... Можно сесть в городе, но... Я не вижу особого смысла. Если честно. И ближайший выход у нас вот тут. То есть, вроде как через стрелков надо выходить, а через конюшню тут грейдится. Мы можем вот тут на этот день прям подраться. Для этого Зидар должен сделать, конечно же, шажочки сюда. Вызов корабля. Печально. Вызов корабля. Это печально. Если мы вот так пробьем, тогда будет смысл... Ну, конюшню бы на седьмой день, а тут на шестой, как бы, получается. Возможно, главного героя разбивать даже надо будет в какой-то момент. Если я на север пойду, то толком делать там нечего будет. Да, Валеска тут небольшое собирательство устраивает. Да, пробиваемся, наверное, немножко выше. Отлично. Тут конюшенка. А тут Валеске, как бы, надо будет ехать наверх. Целька может на Валеску передать армию. Сама при этом на хорошем разгоне остается. А мы находим нычку Медуз, которую можно попробовать отпорталить, но это дорого. Очень дорого получается. Портал Медуз. Блин, дорогое удовольствие, если честно. Но будем пробовать, наверное. Будем, наверное, пробовать. Сейчас они не поближе будут стараться остановиться и сгрызать единички. Не туда я стал. По итогу, да? Надо отойти, чтобы они вперед шли. Потери мелкие. Можно даже особо и не считать. Так. Смотрим, как там дела у оппонента. У оппонента армии больше. У него тоже есть кони. 3-1-5-7 уже раскачка. Ну... 3-1-5-7 чего? Ого. Серьезненько так. Камнякожа. Свиток. Столя. Так. А это кони, которые ехали сюда, да? Ехали и не доехали. Тут их можно будет загрейдить. С этой стороны героям делать вообще нечего. Вот просто вообще. Можно попробовать построить портал. А сработает портал только на следующий день. Вроде все. Так, и седьмой день недельки. Замок чуть-чуть не хватает. Так, грейд коняшек до чемпионов бесплатный. Что нам надо? Нам надо дерево. Все. Это плюс 4 коня. То есть 6 коней на второй неделе. Если мы собираемся порталить медуз, то сейчас надо очень-очень много золота собрать. А это значит, очень-очень много ресурсов надо сейчас будет выменивать. Ну что ж, видимо так. Вот она заезжает, выкупает медуз. Здесь порталятся тоже медузы. То есть 8 медуз сейчас, 8 медуз на следующей неделе. А если циту поставить, то больше. 6, да. 6 плюс 4, 10 будут еще. 18 медуз можно сделать. Это если циту сейчас поставить, да? Для этого 2 500 золота надо. Но как я по золоту буду вывозить скупку потом, я вообще без понятия. Это прям ужас. Так, да. Медузы не отстроены, лол. Что я сделал? Цита вообще никак не влияет. Это просто деньги, которые в никуда. Что я тварю? О, ужас. Как так можно? Мощь армии стала у меня побольше. Ой, жесть какая. Ну зачем это было делать? Так, ну главная героиня будет ехать вправо, стало быть. Влево что-то я не особо горю желанием. Хотя влево более быстрый выход получался. Разве что через элементарий пробовать проезжать. Сюда. Ну тогда по пути можно и мана пополнить. Ну плюс-минус 6 маны, я думаю, не сильно сыграют. Плюс или минус. Если сейчас на нее передаться, то можно, в принципе, гноликов разбить. Гноликов разбить. Девятая, седьмая скорость, да? Наверное, должны разрулить. Давайте пробовать. Чего, как тут можно было слить? Четырнадцать, семнадцать. Да не, мне кажется, тут сливать практически нереально. На самом-то деле. Так, пытаются обойти с двух сторон. Сначала вырежем правый, потом будем с последним сражаться. Ах, сгрызь все-таки единичка. Восемьдесят семь, тринадцать, шестнадцать, да? Семьдесят три. Все, становимся на следующий ход под пробивку. Там кони. Так, вывоз сверху вниз будет идти. Это где-то тут, наверное, надо поставить. Выменивание ресурсов, скорее всего, понадобится. Ну и вывоз отсюда вниз тоже, скорее всего, тоже понадобится. И сколько остается? Сто девяносто один. Девяносто один. Короче, остаемся на нычке. Вроде все. В два города сыграли я и он. Вопрос только по одному и тому же направлению мы поехали. Или же все-таки по-разному. Так, золото раз. Золото два. Это уже, как минимум, покупка нового героя. Опять родной герой пришел. Ничего себе. Ну, в смысле, элементалист родной. Не для нашего замка. Так, ну, цепь почти, почти довозится, да. Надо сейчас много-много чего выменивать. Есть у нас кто не в цепи? Каких, можно сказать, практически нет. Ну, поехали распродавать много чего. Конечно, гильдию надо было бы строить со второй недели, но не получается. Выкупаем коней. Грейдинг стрелков. На сдачу еще немножко стрелков. А в медуз, я вот думаю, в принципе, мне же не жизненно необходимо выкупать этих медуз сразу. С другой стороны, это в темп. А темп, как известно, превыше, если не всего, то многого. Поэтому все-таки выкупаем этих сразу. Игнисов делает шаг вниз. Армия передается, и Валенска поедет дальше наверх заниматься собирательствами. Игнисов свою... Ой-ой-ой-ой-ой. Отсюда сходить, кстати, не то, что нельзя, нежелательно. А как я вообще цепь буду сращивать? Ага, через Игнисов. Ладно. Выболтали. Если так, то ладно. Так, а докуда у нас достает? Не Адель не достанет. Поэтому вывозим так. Зидер эту армию забирает. И чуть-чуть не дотягивает. Ну, ё-моё, как же это не в тему все сейчас. Нарушается цепь. Нарушается сильно. У тебя гарпион разгон. Ну и, соответственно, армия нормально не доезжает, из-за чего ЦЛ-ке придется сейчас сдавать задний ход. То, чего я обычно не люблю делать. Ну, как-то так, что ли. Грей же новостей конец. И это нам сейчас должно очень-очень сильно облегчить задачу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Тут точно 4 убивает. Вейт. Прикрышка. подкачали еще водичку могилы воина очень рандомная штука но очень полезная так теперь у меня моралька кстати лучше должна стать 67 я люблю могилы воина перепроверять вдруг что-то реально топовая будет правда мораль угроблю что не есть хорошо она ниже не работает ну да медузы тут могут конечно по чуть-чуть отъезжать как раз семерых нужно хлопнуть можно бежать ждем пока подойдут эксперт лога магическое кольцо и чтобы сбить сейчас у нас это негативную мораль подеремся с копеечками потому что когда могилу воина посещаешь у тебя мораль сильно падает оооо хо 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 59 здоровья 9 хп о ужас отбегаем 9 хп жесть какая это да это я называю опасненько утопочка рядом замечательно и выходим опять с вами на тропу войны вроде углубились достаточно таки далеко из того что мне не нравится у меня в этой игре очень плохо работают цепи на больше меня сейчас не хватает что зидора сюда выкуп медуз глисса должна будет работать с нашей главной героиней хама разгоним тоже пойдет в цепь да и ты тут особо делать нечего вроде как все скоро у нас одновременный ход должен закончиться нычек троглодитов тут насыпало но мы решили играть не через троглодитов поэтому играем не через них так нам тут и гниса хочет немножко медуз подсыпать без грейша на востык а замечательно ой 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 блин расстановка неправильная жаль твою налево минус все стрелки просто из-за этой грёбаной морали как я люблю эти морали вот ненормальный один хп да вы вообще бахнулись тупо стек стрелков на ровном месте мне гаджа иди сюда разве так можно вы чё ничего пацаны блин а куда тут бежать очень интересный такой вопросик одно из этих направлений может вести в портала одно городу а какой из них куда кто его знает воу 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 там и фриты там и фриты которые что-то там охраняют непонятное такое можно стрелочку добавить плащ отречение но он противнику тоже будет не выгоден противник же тоже через мага играет вроде тоже через элементалиста хорошая прокачка на големах есть так героям которые бегут сзади будет чем заняться так построены медузы на всех правда не хватает но мы можем наменять тогда хватит на всех например оделечка до замернет сюда забирает их он свиток цепнушки передает на инхама инхам едет ниже стараясь все это дело довести а еще она должна разогнать зигара он же у нас тут будет какими-то соберульками заниматься только чуть дальше там думаю все большую доля вероятности следующий ход противник наконец-то начал играть с предыдущего хода уже в восемь героев в этом плане он уже у меня побеждает к этому моменту это плохой знак блин тут блоков насыпало пандорка за единорожками ну ну вот мы тут определили что находится так это тоже под какого-то другого героя оставим зигар будет собирать туточки цельку я вроде не собираюсь разворачивать а значит придется еще с армию довозить именно вниз теперь у нее хоть какая-то вариативность по магии появится ну хоть чуть-чуть но сама магия при этом почти закончилась конечно опять не пойми какая расстановка забываю перерасставиться что же поделаешь я думаю можно принять удар на себя сверху думаю можно принять удар на себя сверху нижние это вроде не не доходят как раз двенадцать пятнадцать эксперт водится талисман маны она мне сильно о нычка коней серьезно тут получается а что тут квадратом каким-то идет тут вроде деревня до кастовская до кастовская деревня блин хочется пробить конечно хочется и колется давайте чуть-чуть от жорчика сейчас я заберу когда город отобьем так чуть-чуть добавили стрелки на стрелков тоже можно в принципе в качестве слива взять но в целом не против самое главное чтобы не было счастливо блин их может быть очень много потому что это получается на карте минимум четыре кастовских зоны я наверно не буду это трогать нужен разгон тогда с этой стороны как раз это может сделать инхан да причем это разгон за долгое время для главного героя до этого мы в основном не разгонялись давай так так что мне надо что мне надо вроде особо то и ничего вроде да остаемся на месте тогда ну вот одновременный ход и закончился текст 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 собрали так по целички мы собирались ехать сюда по городам я получается чуть-чуть перетемповал его но не думаю что это для него как-то критично будет о здесь оказывается еще и очень хороший плащик есть еще и очень хороший плащик неужели их очень много но Четыре, пять, слабенько. Так, ну под... Ага, три-четыре, не совсем. Надо его подослабить хотя бы чуточку. Так, от этого можно принять удар еще раз, но я думаю, он пойдет вперед бить по кому-то. Скорее всего... Так, ну... Хорошо. Видите, пока что все не доходят. Ах, мораль. Все-таки доели. Доели, гады. Как же больно на все это дело смотреть. Надо подставить гарпии, иначе по коням будут бить. Ага, выстрелы закончились. Закончились. Надо так сделать. Они такое любят. Угу. Медузу одну отдал. Но ради чего хотя бы это было. 15к золото. 15к золото. Что я могу притарабанить, в принципе, грейжиных мечников? Выкупить еще одного героя. Парабаним тогда все это дело. Выстраиваем цепочку под следующий день. То есть Валеска у нас пойдет налево. В хорошем смысле этого слова. Аделечка. Аделечка. Ну, Аделечка у нас тут просто пособирает пока. О, еще одну концу нашли. Продолжение следует. Так, ну это на месте. Тут мы можем вообще в мантикор попробовать выйти. Выйти в мантикор или в лабиринт? Ну, мантикоры мне нравятся больше. Хоть они и подороже. Поставим их. И как раз их можно будет докупить и тоже приторабанить туда. Тут ставим таверну. И вроде как все. Все можно сказать, что отходили. А, еще нет, еще и одновременный ход идет. А я что-то думал, что все. А, 6, 10. 5, 7, 6, 10. Там статы, конечно, намного лучше. Валя тогда идет сюда. Бриса заныривает сюда. Можно поставить еще и лабиринт. Так, что у нас по золоту. Печаль, тоска, да? Быстро закончилась. Пора опять менять. Два копа. А, ну гарпи у нас есть. Можно тоже на сдачу гарпи тогда набрать. Лучше бы они были, конечно, грыженные, но хотя бы так. Все, отдали. Визжай. Валентина. Все дотягивает сюда. Большая у нас адрелечка под сепи передает на Зидора. Зидор, в свою очередь, тащит ниже. Мейнхаман. Стрелков бы на Грейт, блин. Стрелков бы на Грейт. Так вот, что ли, сделаем. Нам надо просто как можно больше увеличить прирост медуз и коней, потому что мы через них играем. Поехали. Будет больно, стопудово. Кстати, в данже еще гильдию надо будет начать строить. В идеале. Ну, кстати, потери, потери, хочу я вам сказать, нормальные. Я соглашусь. Это не те потери, ради которых надо перебиваться, как мне кажется. А вот тут потери мне уже не нравятся. Пробуем закрыться. Четыре, да. Делаем так. Тоже закрыты. Поближе. Wait. Ответку снимать, не снимать. Я думаю, не снимать. И правильно сделали. Конь раз. Сейчас немножко наменяем. Будет конь два. Маны там будет немеряно вообще. Что, куда мы дальше-то собираемся? Концы, что ли, собирать на третьей неделе? Пора бы уже, наверное. Улики, две концы, вроде когда. Это то, что у нас с вами есть по объектам, как бы. Вроде когда. А если наменять золото, сейчас разбить СЛ-ку. Сюда наверх. И начать ехать сразу на концу, чекать ее. Или домой на вот эту вот концу, может быть. Ехать вниз. Не, наверное, все-таки на верхнюю, ну, на вот эту вот сначала. Потом на домашнюю и заныриваем вправо. Я думаю, что так. То есть СЛ-ка сейчас может спокойно вот тут разбиться. Винхам, он ее заберет сейчас армию. Алмазный Адам. Они же не моральятся, не моральятся, конечно. Отступаем. Далеше. Добираем золото. Все, две пятьсот есть, даже больше. А, блин, тут таверны нету. Ёшкин кот. Тут нет таверны. И я не могу сейчас поставить. Ну, вот как я так лажаю? Кто мне расскажет? Армак, Армак, что с тобой творится? В таком случае, что? Внешней таверны тоже как бы нету. Начинать с этой. Ну да, да. Значит, тогда вот эта дальняя конца, ребят, остается на потом. Я не знаю, на каком этапе мы будем ее брать, но... Сейчас мы будем бежать именно вниз. Как-то так. Становимся тогда здесь под концу сразу, на следующий ход. Оттуда на конюшню и рвем когти в нижнюю зону травяную. И надеемся на то, что она хорошая. Все, Йенхам тогда начинает тарабанить вверх. Игниса тогда идет в цепочку. Аделька, она толком не сдвинется, она только может с дорожки сойти. Вот Игниса может протянуть. Валеска, она нам тут не помощник. Для цепи Брису надо поставить немножко ниже. Так. Этого героя мы выставляем сюда. И худо-бедно, я думаю, армия все-таки должна будет доехать. Так. Ну, тут не посещено, да, сразу несколько мест. Можем добавить знаний. На следующий ход пополним ману. И конца. Плюс один атаку брать будет некогда. Все, следующий ход. Теперь он даже быстрее меня отходил. Нормально. Тут никак не пройти, хотя золото дальше будет. Как там дела у него? Так, ну, у него экономика в разы лучше, чем у меня. Я не удивлен. Потому что у нас с экономикой... Ну, сказать, что все плохо, это просто ничего не сказать. Так, ну, хорошо. Зидар тарабанит сюда. Игниса тарабанит сюда. Ты, соответственно, тарабанишь вот сюда. Нимус тоже пытается довести. 5-9 снайперов, их тут до 9, я думаю. А, сбегут ли они? Вопрос. И армия плохо довозится, кстати. Армия очень плохо довозится. И как бы сейчас не было простое у главного героя. Ну, это ладно, это мы можем спрятать. Это не беда. Вытянуть еще одного героя вроде как тоже не спасает. Но если через магов, то мы дотягиваем. То есть, с одной стороны, Нимус должна хлопнуть этих ребят. Отлично. Отлично. Дальше нам нужно выкупить еще одного героя. Тут разведка, да. Бинвалеска ничего не может стырить. Тут еще и охрана какая-то рядышком. Так, есть герой с палаткой. А я где-нибудь рынок строил, конечно же, нет. Блин, а не через внешний рынок. Это так дорого будет. А у меня никого нету на внешнем, да. У меня никого нету. Это ужас. Да уж, я в этой партии показываю, как не надо играть. Можно, конечно, и с такими ошибками выиграть. Но это там соперник уже должен поднатупить. Все, Мимус, передает сюда армия. Эти должны сбежать. А, не захотели. Не хотите, как хотите. А, ну да, да. Я не успевал бы заглядить. Чувака это. Пойдет. Тут пополняется мана. Передается на нее армия. Камни кожи тоже будут очень кстати. Стрелковью забираю, потому что мне это никак не поможет. Ай, блин, коней еще. А, ну коней я тоже не мог закрыть. Там у меня цепь и так еле срасталась. О каком грейде вообще речь. Короче, конца может быть большая. К сожалению, для меня. К сожалению, для меня может быть большая. Что почилить тут денечек пока что. Поотбивать шахты. Потом делаем подвоз и лезем забирать к концу. Стало быть. Мне надо будет вот тут снизу стоять. Чтобы я этих пробивал. Конюшенка и на концу. Там еще, может, цепочка нормально не доедет. Тоже этого исключать, конечно же, нельзя будет. Ну и все, с циткой тогда заканчиваем, да? Да, вроде так. Все, уха завершен. Зидор может классно сюда. 10-12. Ну я скорее солью эту ткатку. Скорее всего я сливаю. Жаль. Жаль, жаль, жаль. Коняшки я там не успеваю добрать. Но Адельку мы туда сейчас засылать с вами будем. Потому что, в принципе, ближе. Все равно сюда никого нету. Так, теперь по поводу передачи. Медуз сверху и снизу тоже как-то. Как-то. Мы, наверное, к концу будем все равно брать не на этот ход, а через ход. С большой долей вероятности. Брин, он делает так. Селька легко пробивает эту охрану. Волшебство нет, я брать не буду. Это лишнее. Как по мне. Конюшенку, да. Но конюшенку лучше сразу с довозом хотя бы из этого города. О-о-о. Стоямба. К нам едут. К нам едут. И едут пытаться нас убивать. Нас хотят убивать. Блин. Я не готов. У меня эксперт лечения даже нет. Чем я с ним воевать-то буду? Пу-пу-пу. 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 Приехали, называется. Коней за грейдить я всех тоже не успеваю. Хитро. Но ангелочков, я думаю, там несколько. Ангелочков там несколько. Еще и скелетово где-то набрал. Он не крит, походу. Но я город дефать, скорее всего, не буду. Мне тут главное скупиться. Мне тут главное скупиться. В таком случае что? Бриса. Мне надо от нее золото. Отлично. Уже 3700, да? Блин. А передача? Ну я же собирался передавать через Брису армию. Ну что ты делаешь? Куда ты спешишь? Минус два коня. Печалька. Одного шага не хватает. Блин, а ведь я мог пробовать сейчас накрывать лобету. Но она, наверное, с пополненной маной, мне так кажется. Скорее всего, да. Или сесть задефаться. До конца он не должен добежать. Может и правда сесть задефаться в городе. А давайте. А давайте так и сделаем. Вот это тогда удаляется. Передача армии не совершается. Чем тут ты мне можешь послужить? Не знаю, только тем, что в цепи где-то стоять. Ты на месте. Ну опять же, ты мне можешь только тоже в цепи послужить. Больше нигде. Надо еще ниже становиться. Тобой стать на базар. Так, ну что ж, давайте скупаться. 7-6. Я могу, конечно, и в городе отстроиться, но мне все равно нагреть не хватит. Может, там и метеоритка даже есть еще. Будет неприятно. Самый долгий ход, потому что подготовка как раз идет. Все. Ждем теперь хода от противника. Ну что, противник арену посетил и, в принципе, едет убивать. Сейчас он смотрит на то количество армии, которое там есть в городе и будет пытаться либо нападать, либо не нападать. Там уже как сам решит. Если решит нападать, то сколько бьет моя цепнуха? 345 всего лишь. Это очень и очень мало. Ну, хотя бы так ангелочков можно хлопать. По чуть-чуть. По чуть-чуть. По чуть-чуть. Я не знаю, сколько их там у него. С концами я, конечно, немножко подзамедлился. Ну, улики-то ладно. Улики, они, в принципе, далеко и находились. То есть, их брать там надо было думать. Брать, не брать. Это не сильно выгодно. Плюс меня радует то, что в теории прироста он не должен сейчас иметь. Не думаю, что там цепь у него рабочая, она всю карту была. А если это так, тогда, если он сейчас не нападет, я смогу еще больше армии сейчас подвести. И с этой армией устроить тогда битву. Но у него должно быть экспертных минимум две магии, я думаю. Навряд он там с одной. Слабо мне в это верится. И он решил не нападать. Он в итоге уезжает. Едет куда-то ниже. Это значит, что битва будет на следующий ход, а не на этот. Вот он находит сейчас моих героев, которые здесь стоят. Если нападет, то мы сейчас заодно посмотрим на его армию. А он едет брать консерваторию. Но он не должен до нее дотянуться, потому что у него не было разгона. Если он ко мне через болотную зону приехал, то он, значит, получается, тоже не вправо ушел. Потому что зоны здесь крест-накрест связаны. То есть он, скорее всего, тоже либо влево, либо вниз поехал. И с одной из этих зон вышел на мое болото. Кто-то из болота пришел уже ко мне в гости. То есть вполне возможно, что мы сыграли в одном направлении. Но, возможно, он пошел вниз. Такое тоже не исключено. Все может быть. Все может быть. Ну что, прибыл ход. Нижняя скупка меня сейчас мало интересует. Подвоза армии я с его стороны вроде как так и увидел. И он целится на нашу концу. То есть конца, судя по всему, небольшая. А есть ли шанс дотянуть армию до конюшни и уже со всеми грейжинами напасть на него? Мне кажется, скорее нет, чем да. Это тоже не очень хорошо. Игниса спокойно все это дело довозит. А значит, брисочкой я могу, в принципе, тут все это дело подсобрать. Подсобрать. В главном городе выкупать-то особо и нечего для меня. Реально нечего. От этого стрелков можно подвести. А через двоих, кстати, через двоих-то шанс есть, я думаю. Догрейдит коняшек там снизу. Блин, это очень интересный момент. Я бы хотел попробовать. Три кота. У нас два. Два и три будет уже пять котов. Два и три будет пять котов, да? Все вымениваем. Пять котиков. Ну и плюс медузы. Семь. Допустим так. Вот так. Еще немножко надо. Неужели там конца двоечка все-таки? Но брать эту концу ему нельзя давать. Иначе мы сливаем катку. Ну, можно еще разменяться, кстати. В принципе, размен в ноль. Я строить все равно ничего не собираюсь. Размен в ноль. Допустим, нимус побежит вниз. Допустим. 200 мувов будет 600. Где-то к дорожке дотянет. Этот, если сюда сбегает. К дорожке потянет наверх. Где-то сюда дотянет. Вообще шансы есть. Есть вроде достаточно хорошие. Достаточно хорошие. Так, ну мы примерно так и думали. Немножко стрелков есть у Риана. Вообще можно даже главной героиней целькой попробовать забрать. Даже главной. У него еще 1500 остается. Все, забрали сами коняшек. Еще 700 остается. 500 останется. Раз, два, три, четыре. Это получается по диагонали. 140, 240, 300, 40, 400, 40. И, возможно, одного шага не хватит. То есть, если атаковать, то это надо делать сейчас. Пум-пум-пум. Тогда феечку, наверное, есть смысл удалить. Потому что она будет портить мне мораль. А вот копейщиков, наоборот, добрать получается выгоднее. Так, довозим сюда. Целечка становится тут. Выбираем стрелков. Выбираем две единички. И с вот этим всем пробуем с вами сейчас подраться с ангелочками. Все, такое вот, собственно, финалка. Четыре ангела у него есть. Остальное, в принципе, слабенькое. То есть, если ангелов смогу убить, и у него нет какой-то сверхзверской магии, то в этом случае можно будет пободаться. Но маны много у обоих. Сила магии у него значительно сильнее, чем у меня. Накидывается эксперт в замедление. Ну, делает это он правильно, в принципе. Тут. К этому моменту не придраться. Колечко тоже есть. Колечко тоже есть. 165. Цепнушка. А-а-а-а. Хитро. Магию высоколевельную использовать тут будет нельзя. То есть, я его буду просто стрелочками закидывать в таком случае. 36 остается. Минус один ангел. Да, плохо, что даже первого геймчика у меня нету, к сожалению. Это прям беда. Там еще и ускорение может пойти от противника. Но у нас есть оружие. Это даже может немножечко помочь. Обычно у магов оружия нету. Боевые статы у него, правда, больше гораздо. Доспехов, я думаю, у него быть не должно. Но оружие он тоже мог вполне качнуть. Вполне мог. 75 хп. Причем он понимает, если он сейчас ударит, он ударит троими. А в этом раунде по-любому хоть один ангел, но у него улетучивается. Накидывает проклятие. Плохо без маги играть. Я, конечно, тут... Геймчик очень бы не помешал. Было бы просто лечение. И все, и можно было бы тащить эту каточку вообще достаточно легко, причем. А так беда. Режет единички. Делает правильно. Защищает ангелов, чтобы я в них сейчас не врезался. Цепнушку я не смогу дать, да? Тут мы троих можем потушить. Трое это тоже немало. 111, урон 7 всего лишь. Что ж, стоим и терпим дальше. Если есть ускорение, то я тут отъеду. Но, судя по всему, ускорения нет. О-о-о-о, а вот это серьезно. Вот это уже будет перебить тяжко. Экспертный щиток. Это, знаете, как битва двух магов. Причем один маг это новичок, у которого нет толком заклинаний, цель. А второй маг это учитель, который его учит. И имеет очень много магии. Экспертный. Да, печальненько. А-а-а-а. А-а-а. Девочка- А-а-а. 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 23 можно выбить или он одного ангелочка давайте еще одного ангелочка выбьем я думаю наверное есть смысл ответку снять да в городе конечно шансов у нас было бы больше потому что там бы еще башни помогали стены помогали из-за которых он не мог бы нормально вгрызаться в нас больно-то как 147 да что же 147 так 147 пошла стрелочка насколько его стрелочка бьет 140 моя стрелочка в принципе жестче в принципе жестче но если я к не оставлю то шансы у меня хорошие на думал как и и и это скорость против 5 и 6 до давайте так а какой откупаться мне золото нет придумал один откупаться нет тут надо выжимать максимум другому никак закрывается пытается закрыться я понял в таком случае надо именно скелетов пробовать убивать и стараться под них не подставляться поскольку стек этот большой в целом такая финал очка конечно которая могла быть легкой для меня и которую я сам себе зафейлил да уж да уж что можем сделать вот так в таком случае не желательно мне под скелета вставать везде меня запирает ты посмотри красава красава грамотно действует не придерешься не обидно будет проиграть и неглая в принципе нормально катает полтосичек да тут я уже не в состоянии от него нормально закрыться ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй как же больно сейчас надо будет сбегать я думаю И игра на этом продолжится Это была только первая финалочка Это только первая финалочка Сейчас надо будет брать еще золото Где-то Кто у нас куда может за ресурсами дотянуться? Без разницы за какими Можно это выменять на золото как раз И набрать побольше единичек Чтобы противник был не в состоянии этот город забрать В случае чего Так, Валеска наверх Прямо сейчас выкупить я не смогу Это на следующий ход только будет выкупаться наша героиня Тогда ты становишься сюда Ну, Ильхан примерно так Это тоже примерно так Бонусы вдоль дорожки вроде как Собраны Бриса тогда чуть-чуть правее Нужно будет тоже попробовать что-то выхватить Ну, к концу он уже такой армии, я думаю, не возьмет Не должен, по крайней мере Он, конечно, кто его знает Если город не забирает, тогда Его можно будет тут и прихлопнуть Но только надо будет искать первая скорость Для этого Соперник напал на моего героя И попробовал Выиграть Хотя я бы на его месте здесь, наверное, откупался домой Но он этого почему-то не стал делать Решил остаться здесь надольше Ну, это его выбор И вы посмотрите Он пытается забрать город Он реально идет забирать город И, скорее всего, он его заберет Что интересно Интересно, цепнушка есть у него Отбивал он этот свиток или нет А, он просто откупаться пришел Я понял Это был откуп Ну, это то, о чем я и говорил Что ему и надо было Он изначально, видимо, думал Или сразу нападать, откупаться Или же как-то по-другому В итоге решил срезать мне двух героев И только после этого откупиться Это правильно Ну что, приходит ход Сейчас надо будет придумывать, что делать Потому что на скупку героям Мне все равно сейчас не хватает В принципе, все собрано Можем добрать вот это Разве что Вставить на внешний рынок Как раз за счет внешнего рынка Попробовать наменять Ну, это все тяжковато Так Что, Брисы? Тогда идем на разведку Вполне возможно, что он тут сейчас и сидит Сюда вниз он не ехал Значит, он будет выскакивать Меня накрывать Вот тут будет важно У кого лучше будет работать Экономика Экономика Мне бы лучше, конечно, вот тут вот Выкупаться Но у меня тут нет таверны А тратиться на нее Это сейчас Не самая лучшая затея В этом городе даже цитка стоит Даже цитка стоит Понятное дело От кого эта цитка стоит Что пробуем Наменять Опять-таки Хватит или не хватит Сдается мне, что не хватит Или все-таки хватит О, хватило Отлично То есть я все-таки могу Выкупить СЛ-ку сейчас Отлично Тоже нужно улюбить на золото Пока что это как-то так Дотянуться я туда способен Но если там главный герой То мне придется сейчас опять сбегать А если его нету То я, в принципе, цепной молнией Смогу пройтись там Мне кажется, там главный герой Блин Да, да Скорее всего, там главный герой Иначе бы он уток не покупал А раз утки есть Значит, да, это он Это он Прям к гадалке не ходи Ну и так там купил Блин, блин, блин Что-то надо делать Что-то я по золоту вообще не вывожу И армии полно И купить не за что Четыре уточки Четыре уточки Цепнушка на четыре стека ударит Ударила бы То есть я сразу бы Хлоп За два раунда Подожди, в первом раунде Мне троих валят А может четверых даже А может и пятерых Может быть и пятерых даже Кстати, да Возможно Или все-таки рискнуть Типа пойти слиться И все таким образом Не хотелось бы Все-таки это Риск Который Скорее всего Не отыграется 5388 берем Изучаем проклятие Так, становимся тут на дорожке Блокируем выход сюда Немножко ресурсов Ну что ж, смотрим, что будет делать он И от этого тогда будем отталкиваться И оказывается, что здесь была пепелина А, ну хотя не факт Кстати, не факт Как раз таки не факт Да, наверное, все-таки внутри Сидит главный герой У пепелины пошел на кровать Но если там все-таки пепелина Да, там все-таки пепелина То есть надо было все-таки Идти накрывать Надо было все-таки Идти накрывать Как показывает практика И цепнушечкой Все это дело прибивать Эх, побоялся Что-то рискнуть Пойти в вабанг Но с другой стороны За один же шраунде Я все равно там никак не добивал А, блин, так там же Шадна башня Что я туплю Я что-то думаю Насчет троих Как будто там Замок стоит А так от одного До там трех Максимум юнита У меня падает То есть два раунда Я встаю смело Там может и три, четыре Я бы на его месте Сейчас вот этих вот Уток вообще вывозил Куда-то На главного героя Скорее всего Так, ну что Ловит меня соперник И еще раз И у него тоже есть Цепная молния И он вроде как Все просчитал Но Все да не все Как говорится Что, рискуем Бьем цепнушкой Хотя цепнушкой и так А Стоп, не под А как он цепнушкой Тогда ударил А, он четвертый ГМ поставил Короче, ладно Продавил Будем считать Верния все сдаемся в принципе заслужил поздравляем и нагло с победкой абсолютно была заслуженная игра получилась достаточно интересная в принципе и ключевой момент был это то что гильдию магов нигде так и не построил то есть с лечением его разбивали в первой битве и дальше просто заканчивали но история не знает такого наклонения в прошлом если бы да кабы сыграл он тоже очень здорово и в битве тоже здорово себя вел поэтому я считаю что он вполне достойный соперник с которым может быть когда-нибудь схлестнемся еще все на это у меня все с вами был армак youtube аудитория не забываем поставить пальцы вверх или вниз подписаться на канал нажать на колокольчик делимся видео с друзьями для этого есть кнопочка внизу справа и можете поделиться у себя в соц сетях также помимо всего прочего не забываем писать комментарии это помогает популяризировать герои и развиваться каналу в группе вконтакте следим за анонсами новостями и там есть много интересного всем хорошего дня пока пока